Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите очередную программу из цикла «Мир искусств». Программа, охватывающая и театр, и кино, и живопись, и литературу, и в общем, всё, что принадлежит к сфере искусства и культуры нашей стране и за её пределами. Я её постоянный автор и ведущий, ваш покорный слуга Андрей Дмитрук. А мой дорогой сегодняшний гость – это писатель, прозаик, член Союза писателей Украины, член Национального союза журналистов Украины Владимир Степанович Бушняк. Владимир Степанович, вот интересно сразу у нас с вами получилось, буквально с первых слов. Оказывается, к вашему роману «Стамбульский зазывало», который вышел уже несколько лет назад, вот, обложечку пусть зрители посмотрят, вот, значит, эпиграф такой же, как у меня, к моему роману «Смертеплаватели», при том, что мы с вами до недавних пор не были знакомы, пути наши никак не пересекались. Это цитата из Евангелия, из послания апостола Павла «Не все мы умрём, но все изменимся». Скажите, пожалуйста, почему такой эпиграф к этому роману и о чём он вообще? Ну, это… Если можно, в двух словах. Я понимаю, что трудно, а книги в двух словах, но попытайтесь. В двух словах трудно, да. Советский Союз, да. И вот появилась возможность выехать за границу, и многие наши соотечественники вдруг ринулись узнать, что такое жизнь там, о которой они не знали. И, в частности, я сам был в Стамбуле. Это был 1991-1992 год, очень сложное время. И, в общем-то, этот роман о тех людях, о наших людях, которые попали в определённые ситуации и ставили перед собой определённые цели, и вот достигли они этих целей или нет. Ну, в общем, это не о Стамбуле как таковом, а о наших людях. Те, которые выехали на ПМЖ? Да. Нет, не на ПМЖ. Или просто посмотреть, как там. Посмотреть, и особенно те люди, которые занимались тогда челночным бизнесом. А-а-а. Вот. Они ездили туда за товаром и возвращались. Некоторые оставались там и работали в магазинах во всевозможных там. Угу. И, в общем, вот этот роман о наших людях. Поэтому такой эпиграф. Не все мы умрём, но все мы изменимся в том плане, что жизнь, жизнь уже совсем другая стала. И эта жизнь на нас повлияет. И мы обязательно изменимся. Вот. А как мы изменимся, это уже как бы другой вопрос. Ну вот убеждение в том, что возвращаются люди оттуда, уже домой, возвращаются совсем другими. Вот я в этом романе хотел об этом сказать. Потому что у меня заканчивается роман фразой, которую произносит девушка, которая попала в определенные ситуации. Там, в Стамбуле? Да, в Стамбуле. И герой её как бы спасает. Вот. И потом спрашивает в конце, ну что, что ты ещё хочешь? Она говорит, хочу домой. Понятно. И вот в этой фразе как бы заключён весь смысл того, что люди, которые вернутся домой, они будут уже совсем другими. Понимаете? Но, тем не менее, место наше у нас дома. Место наших людей здесь. Это их родина, это их ментальность, это их языковое окружение. Как бы там ни было хорошо, да. Но дома оно, в итоге получается, дома лучше. И человек должен быть там, где он рождён, и там решать все свои проблемы. Ну, вот в двух словах так. Понятно, Владимир Степанович. Ну, а теперь относительно тех, кто здесь рождён и кто здесь продолжает жить, невзирая ни на что. Вот как мы с вами. Мы оба пережили эти страшные девяностые годы. Да и сейчас, в общем-то, нелегко живётся. Вот. Каково сейчас писатель? Вот давайте начнём с самого простого вопроса. Может ли сейчас прокормить писательский труд, например? Нет, ну, естественно, нет, конечно. Значит, это даже естественно. Нет, ну, это естественно, потому что во все времена не всем писателям удавалось прожить на свой писательский труд, понимаете? Заработать своим писательским трудом. А тем более, в наше время это практически исключено. Не считая тех писателей, которые работают в жанрах детектива, в жанрах, может быть, фэнтези, в других жанрах, которые сегодня, ещё до сегодняшнего дня, ещё продолжают пользоваться успехом. А самое главное у издательств, понимаете? То есть, может быть, читатели уже и присытились этой литературой, но издатели всё ещё продолжают делать ставку вот на такую литературу, понимаете? А та литература, о которой мы говорим, ну, я так подозреваю, о чём мы говорим. Да-да-да, мы говорим, как будто бы о литературе, которая всегда называлась настоящей. Настоящей или классической. Литературе высоких мыслей, глубоких чувств, сильных образов, ярких метафор. То есть, настоящая литература. Да, но этой литературе всегда было тяжело. И писателям, вы же знаете, сколько судеб писательских было сломано именно на этой работе. Люди, которые делали ставку на то, чтобы создать произведение классическое, глубокое, философское. И они в итоге теряли всё. Ну, может быть, создавали произведение, да. Но вот знаете, сейчас можно назвать, конечно, несколько имён, но не будем отвлекаться. И современных авторов, которые… Особо востребованных, скажем так. Да, да. И именно благодаря тем качествам своих произведений, которые вы изволили упоминать. Да. То есть, это либо это детективный сюжет, обязательно с кровью, с погонями, с перестрелками. Либо это нечто остросексуальное, либо мистическое. То есть, это, по сути, угождение, ну, скажем, не самым высоким вкусом, не самой лучшей читательской массы. Ну, сегодня классическая литература, она стала элитарной. Вот, вот, вот и я о том же. То есть, те произведения, которые сегодня создаются, их очень мало, и писателей очень мало, которые… Они в основном в тени, эти писатели, они как бы не на слуху, они не массово известны. Но эти писатели и именно работают вот в жанре классической литературы, которая сегодня для большинства читателей недоступна. Тогда получается вообще какая-то масонская ложа, закрытый орден. Ведь, Владимир Степанович, мы с вами, так сказать, люди не юные. И я думаю, вы прекрасно еще помните то время, когда и литература любого жанра, и любого качества имела все-таки одно очень такое позитивное свойство, которое выручало многих авторов. Это была литература огромных тиражей и достаточно больших гонораров. В принципе, достаточно было выпустить одну книгу в год. А, например, Союз писателей Украины в советское время предоставлял писателю право раз в год выпускать книгу в любом из украинских издательств. То есть, будучи членом Союза писателей, я мог принести рукопись и сказать, есть у меня такое право. Раз в год выпустить книгу. Ну, а за роман вот такого вот объема, как ваш, гонорар был как минимум 5-6 тысяч полноценных советских рублей, если не больше. Это тогда, когда доллар был 70 с чем-то копеек. То есть, уже в принципе можно было жить. Не, ну естественно. В принципе, можно было жить. Тиражи были 100 тысяч, 200 тысяч. Кстати, мой следующий вопрос о тиражах и о том, как распространять книги. Насколько я понимаю, сейчас перед каждым профессиональным автором встает как минимум два вопроса. Один из них больной, а второй очень больной. Иногда смертельный. Значит, вопрос просто больной, это где взять деньги на издание книги. Потому что, кроме учебников, кроме книг, издаваемых по госзаказу, сейчас издательства практически не платят за издание. Ни частные, ни государственные. Издательства не берут на себя расходы по изданию книги, по созданию макета и так далее. И второй вопрос очень больной, подчас смертельный. Как книгу продать? Вот недавно я был, в частности, на Петровке, на знаменитом нашем киевском книжном рынке, огромном. Так вы знаете, он уже не огромный. Он резко сократился. Там много этих гофрированных штор опущено на боксы. Много боксов просто закрыто. Я не знаю, надолго ли, может быть, на годы. Там лежат две моих книги, они уже с месяц не расходятся, понимаете. Не потому что там я какой-то особо плохой автор, и меня упорно не хотят покупать. Там не покупают почти ничего. Ну, кроме, опять-таки, книг, которые кому-то нужны по специальной надобности. Учебника, справочника, словаря. Больше почти ничего не покупаются. Мне так говорили торговцы. Ну, понимаете, в чем дело. Как книгу продать? Тут, в общем, ситуация, мне кажется, такова, что за последние 20 лет, ну, то есть, будем говорить точнее, со времен распада Советского Союза, вот, издательская политика изменилась очень, не то чтобы заметно, а круто изменилась. В какую сторону? Вот именно в сторону того, чтобы продавать книгу не ту, которая сама по себе является какой-то интеллектуальной ценностью, а продавать ту книгу, которую сегодня требует массовый читатель. А дело в том, что, вы помните, мы в советское время говорили, что вот советский народ самый читающий в мире. Ну, не без оснований. Да. Почему так было? Потому что, во-первых, тогда были огромные тиражи, и в этих тиражах были заинтересованы в первую очередь те структуры, которые хотели именно воспитать в народе вот эти высокие духовные качества, понимаете? Мы же не будем сегодня спорить о том, что, скажем, в программе КПСС были какие-то пункты, говорящие о том, что мы воспитываем человека высокоинтеллектуального, умного. Да, то есть, и на это было направлено целое... Гармонично развитое. Да, гармонично развитое. Всесторонне образованное. Это на самом деле происходило, понимаете? И почему народ мерз ночами возле подписных магазинов, подписных изданий... И собирал макулатуру. Да, и чтобы получить вот эти книги, полное собрание сочинений наших классиков. Потому что они хотели это иметь на полках, читали или не читали, но это было престижно у каждого, чтобы в доме стояли эти книги. И тем не менее, многие читали, понимаете? Потом всё поменялось. Но заметьте, тут вы даже употребили один оборот, очень существенный. Было престижно, чтобы в доме стояли книги. Да, да. Не мебель какая-то финская, полированная. Да, да. Не хрустальные и фарфоровые сервизы, северские фарфоры, а книги. Это само по себе уже человека как бы приподнимало. Он всё равно, пусть он не прочитал это полное собрание сочинений, но он взял и там какой-то рассказ всё равно прочитает рано или поздно. Да, дети, если у него есть. Дети прочитают, внуки прочитают. Меня поразило это, знаете что? Меня поразило, я когда впервые попал в Стамбул, вот в 91-м году, в 92-м году, я там познакомился с преподавателем английского языка Стамбульского университета. И он меня пригласил к себе домой. И, значит, я когда появился, у него была хорошая трёхкомнатная квартира, красиво обставленная, вот, он меня пригласил в дом. И я вдруг почувствовал, что как-то вот чего-то мне не хватает. И с первых минут не мог понять, чего мне не хватает. Вот, и вдруг, через, там уже мы минут сорок с ним общались, уже за столом сидели. И я вдруг понимаю, что у него, у преподавателя Стамбульского университета, нету книжной полки в квартире, понимаете? Вообще? Вообще, да, во всех комнатах. Он мне провёл, мне показал квартиру свою, там, кухню, гладильную, там, где, вот, это, значит, большой этот зал, спальню, всё. И я с удивлением увидел, что голые стены, то есть, что-то там висит, но ни одной книги нету. Меня это тогда поразило. Сегодня, то есть, потом меня поразило другое. Настало время, когда я ставил машину на стоянку, вот, и, значит... Там, в Самбуле? Нет, уже у нас, уже у нас, да. Ставил машину на стоянку, и в один прекрасный момент, значит, я прихожу за машиной, а мне дежурник говорит, вон там, не хотите посмотреть книги? Я говорю, какие? И вдруг я увижу, вижу целая гора книг, просто сброшены возле дежурной будки этой. Люди начали вывозить и избавляться от книг. Меня это тоже потрясло. То есть, книги стали не нужны народу, понимаете? И вот это внутреннее изменение, которое произошло, вот мы изменились, понимаете, почему мы говорили такое? Да. Не все мы умрем, но все изменимся. Ну, куда мы изменились? Все чаще вспоминается все-таки первая часть фразы насчет умереть. Ну, да. Многие умерли духовно. Так вот, многие духовно умерли. И в этом состоит изменение. И в этом состоит изменение. И именно в этом состоит изменение. Когда люди начинают избавляться от книг, они духовно умирают. Вы знаете, Вадим Степанович, это ведь очень многое зависит от рекламы. Сегодня? Вот это всегда. Потому что пропаганда, в общем-то, в том числе и пропаганда советская, и пропаганда постсоветская, это все реклама. В определенной степени рекламировать можно и определенные духовные, нравственные, этические ценности, так же, как, не знаю, как крабовые палочки. Вот как на Западе говорят, мы рекламируем нашего президента точно так же, как свинину. Правильно. То есть, в принципе, человек – существо внушаемое, чрезвычайно сугестивное. Естественно. И вот, когда наши библиотеки, даже библиотеки по указу свыше, начали потихоньку о кое-где и оптом избавляться от советской литературы, начали там с классикого марксизма-ленинизма и пошли дальше. То есть, просто отсечь историческую память, чтобы никто хорошо не вспоминал про эти 73 года советской власти. Да. Да, чтобы можно было потом в этот вакуум всунуть свое искаженное восприятие советской власти. Вот, и этого периода. Вот, назвать всю советскую историю вообще черной дырой, коллапсаром, провалом в истории. Вот, это каким-то, не каким-то совершенно определенным образом распространилось и на народ, и на читателей. Если книги выбрасывают, если книги уже не ценны, значит, давай я выкину. Да. Кому они нужны? Тем более, что мой сын уже читает на айфоне. Ну да. Кстати, об этом. Кстати, об этом. Как вы полагаете? Вот говорят, что вообще, ну, мне уже неоднократно на встречах с читателями задавали такой вопрос, что книга вообще должна исчезнуть, поскольку пришла электронная техника. Пришли гаджеты. Теперь можно читать с экрана своего телефона, айфона, смартфона. Вот. Понимаете, для меня, например, я не знаю, как для вас, но думаю, что вы со мной согласитесь, для меня всегда книга была артефактом. То есть, она имеет плотность, вес, глянец, обложки, она имеет запах своих страниц, она имеет искусство своего сшивания. Понимаете? Имеет свой обрез, иногда золотой. Да. Имеет массу, экслибрис, вот мой личный экслибрис, там, из книг Андрея Дмитрука. У меня вот библиотека, пять тысяч книг, и на них, на всех экслибрис, из книг Андрея Дмитрука. Да. Вот, то есть, это уже не просто текст на экранчике, да? Да, да. То есть, когда берешь книгу, это все равно, что ты берешь статуэтку, все равно, что ты рассматриваешь картину в музее. Другое восприятие, да? Да. Нет, это один аспект. Да, да, да. Но взять даже аспект чисто технический. Вот текст, да, это, скажем, книжный текст, да, это просто, скажем, вот техническое исполнение, как бы воплощение наших мыслей и эмоций, да? Так. Вот недавно я попросил там вернуть мне, ну, не вернуть, а передать мне мой архив. Мне передали архив мой, и, значит, там несколько, оказалось, несколько таких бобин или кассет, как они называются, не знаю, для видеопроигрывателя. Помните, у нас были раньше видеопроигрыватели? Конечно, кассеты VHS, VHS их называли в народе, VHS. Огромные, да. У меня полно еще их, да. У меня еще есть этот видеомагнитофон. Ну, вот мне передали, да? Я теперь думаю, там же записано что-то, да? Конечно, еще бы. А как вот теперь воспроизвести? То есть утрачивается способ воспроизведения, и те же гаджеты, те же телефоны, те же электроны. Сегодня мы читаем электронный текст, да? Откуда мы знаем, что будет завтра? В каком виде эта информация будет к нам приходить, и как мы ее будем воспринимать, понимаете? Меняется способ воспроизведения или механизмы, и мы утрачиваем информацию, понимаете? Книга вечна. То есть есть знания, которые дают человеку вечно пользоваться книгой, понимаете? Поэтому книга никогда никуда не исчезнет. Это вечный носитель информации. Пытаются выбрасывать, пытаются сжигать, но рукописи не горят, и книги тоже. Я считаю, что это духовно слабые люди избавляются от книг, понимаете? Согласен, согласен. Вы, кстати, сейчас затронули невероятно интересный вопрос. И он связан не только с книгами. Он связан прежде всего с торговлей, с интересами торговых фирм. Вот торговые фирмы, они, например, они заинтересованы в том, чтобы у нас там были вечные авторучки. Наоборот, им надо, чтобы мы каждый месяц покупали что-то новенькое. Ну да. И вот почему, то есть видеомагнитофоны и все эти миллиарды кассет, ВЕЧС, произведенные в мире, они могли бы работать еще десятки лет. Но надо же получать прибыль. Потому усиленно через средства массовой информации начинают, через интернет начинают распространяться слухи о том, что это все устарело, что надо немедленно покупать диски, надо купить компьютер, чтобы эти диски прослушивать и просматривать. Или надо купить плеер или еще что-то. Потом наступает время, когда нам говорят, ребята, вот в мире уже произведены миллиарды дисков, но диски устарели. Надо покупать флешки, надо переписывать на флешки. Диски выбрасывайте. Это торгашеский интерес. Это интерес к обороту денег. Больше ни к чему. Он не имеет отношения к духовной жизни человека. Не малейшего. Но он имеет отношения к науке. Чтобы платили больше и чаще. А науки делают заказ. Наука развивается в этом направлении. Создается что-то новое, и оно просто вытесняет из рынка то, что было. Намеренно вытесняют. Целенаправленно вытесняют. И наука, честно говоря, могла бы развиваться в каком-то другом направлении. Например, в направлении неколичественного, качественного и нового воспроизведения информации. Вот нас еще в 80-х годах кормили байками о том, что скоро будет голограмма, будут трехмерные изображения. Где они? Их нет. Потому что голограмма коммерчески невыгодна. Выгоднее штамповать флешки. Ну, наверное. И какие-то приборы для их воспроизведения. Понимаете? А это уже, кстати, книга выломалась из оборота сулящего сверхприбыль. Это сегодня, я повторюсь, это сегодня все-таки элитарное дело. Вот та литература, о которой мы говорили, о классической литературе. И она все равно будет существовать. И вернется время, когда люди начнут интересоваться такой литературой. Все-таки, понимаете, жизнь так устроена, что люди могут тянуться к литературе и интересоваться такой литературой, когда у них решены более или менее социальные вопросы. Понимаете? Когда человеку нечего есть и не во что одеться, и когда нечем заплатить за газ или за свет, он к книге не потянется. Понимаете? Он будет лихорадочно искать выход, как ему поступить и где ему найти деньги для того, чтобы избавиться от этих проблем. Понимаете? Согласен. Когда человек более или менее. Вот почему у нас в Советском... Подождите, Владимир Владимирович, на секундочку задержимся на вот этой вашей фразе. А какой-то худо-бедно компьютерщик у него дома стоит, и вот он уже не тратится на книгу, а просто скачивает себя на телефончик. Может и так, да. Опять же от бедности. Да. Может и так, да. От невозможности купить нормальную книгу. Да. Может и так, да. Понимаете? Поэтому литература, она всё-таки, во-первых, это странное явление такое. Литература питается теми проблемами, которые возникают в обществе. Я сегодня абсолютно уверен в том, что то, что мы переживаем сегодня, да, вот эти сложные времена, они для классической литературы, как питательная среда, понимаете, пройдёт какое-то время, и появится произведение, которое глубоко это осмыслит. Согласен. Сегодня невозможно это осмыслить в художественном смысле, потому что слишком близко всё к нам, понимаете? Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Да, да. А для того, чтобы это всё осмыслить в художественной форме, нужно отдалиться от этого, поэтому... Вы глубоко правы. Вот самая лучшая книга об отечественной войне 1812 года была написана почти через полстолетия, после того, как эта война закончилась. Совершенно верно. Совершенно верно. Сразу после 1812-го ни одна подобная книга не вышла. Фронтовики, участники военных действий, почему-то не оставили таких. Совершенно верно, да. И вы знаете, что самые сильные произведения о Второй мировой войне, да, об отечественной войне, были написаны в 70-е годы. Совершенно верно, да. Понимаете, нашими советскими писателями. Они были настоящие художественные произведения. Вот такой закон, понимаете, который существует. Поэтому... Константин Симонов, Иван Стаднев, Виктор Никасов. Да, да. Поэтому вот то, что мы сегодня... Да, сегодня писателю очень тяжело. Очень тяжело. И особенно здесь у нас... Потому что где-то... Понимаете, какая вещь происходит? Где-то же есть места на земле, где ничего не существует, где прекрасная жизнь, где всё спокойно и всё хорошо. И как бы мысленно перемещаешься туда, да, и думаешь, что вот комфорт, вот всё как бы для жизни есть, да. И, по сути дела, можно было бы взять и уехать. Сегодня есть возможность уехать куда угодно, да. На Северный полюс, на Южный полюс. Ну, нас не везде хотят. В Швейцарию вы не уедете, в Норвегию тоже. Да, если человек поставит перед собой... Ну, если поставит, а лет через 10... Да. Получит вид на жительство. Да. Но не в этом дело. Тем не менее, да. Но я считаю, что писатель должен оставаться у себя дома. Вы глубоко правы. И я считаю, что, коль скоро мы с вами уже затронули такое понятие, как элита. Для меня, например, элита – это слово, имеющее сугубо определённое значение. Это не богачи, это не олигархи, это не правители. Да. И тем более, это не дворянство. Какое-то там само себя выдумавшее, как сейчас многие так играют в эту верность царю и отечеству. Элита – это для меня именно мыслящие, духовно богатые и нравственно высокие люди. Совершенно правильно. И вот давайте их воспитывать. Давайте встречаться со студентами, давайте встречаться со школьниками. Давайте нести... Ну, чёрт, сеть разумная, добрая, вечная, да? Может, мы получим таким образом читателя завтрашнего дня? Ну, во всяком случае, мы можем какой-то поставить заслон той серости, которая сегодня вот захлестнула волной практически весь наш народ, понимаете? И вот какие-то островки существуют, где люди сопротивляются этому. Вот давайте эти островки превращать... В острова. В острова и в материки. И в материки, да. Вот, хорошо, наше время, к сожалению, исчерпывается. Вот, хочу напомнить зрителям, что вы смотрели очередной выпуск программы «Мир искусств». Моим гостем был писатель, прозаик, член Союза писателей Украины, член Национального союза журналистов Украины Владимир Степанович Бушняк. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok